Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. На календаре понедельник, 3 июня, это прямой эфир и наш очередной стрим вместе с известным украинским политологом Руслан Бортник вместе с нами. Руслан, здравствуйте, как всегда, рад вас видеть. Приветствую, Вадим, это взаимно. Друзья, те, кто еще по каким-то причинам не подписан на Политеку, пожалуйста, исправьтесь, подпишитесь, это очень важно для нашей работы. И также прошу подписаться на авторский канал Руслан Бортник в Ютьюбе и также прошу вас, дорогие друзья, поставить лайк этому видео. А наш сегодняшний стрим, как и предыдущий, мы начнем с небольшого обзора, анализа ситуации, которая складывается на фронте. Вообще важно об этом поговорить, известно к этому часу следующее. Российские войска пересекли водный канал к северу от Часова Яра и захватили там большую часть поселка Калинина. Об этом написал военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Рёбке. Он указывает, что в районе канала у вооруженных сил Украины есть сотни метров траншей, но в них не хватает солдат, из-за чего россияне смогли преодолеть преграды без какого-либо сопротивления на земле. Ни украинских войск в окопах, ни огня и стрелкового оружия, ни мин, просто контратаки с помощью FPV дронов. Ну а по поводу ситуации относительно Авдеевского направления мы поговорим чуть попозже, потому что также Рёбке пишет о том, что российские войска вошли в деревню Сокол. Руслан, как вы оцениваете текущую ситуацию, что происходит на ключевых направлениях? Ну мы текущую ситуацию можем оценивать только в динамике, в динамике, и неделю назад мы с вами обсуждали военную ситуацию, подведили какие-то итоги, давали небольшие прогнозы. Я надеюсь, что карту сейчас видно, да? Карту видно. Вот, верно видно, это карта Дипстейт, ребята молодцы, мы ей пользуемся. Вот Бахмутское направление, мы сейчас посмотрим Часовьяр, канал, куда, через который якобы перешли российские войска. Но в целом ситуация за неделю была достаточно стабильной, как ни парадоксально это звучит. За неделю, прошедшую с нашего крайнего понедельника, значительных продвижений кого-либо не зафиксировано. Возможно, это связано с тем, что на фронт начинают поступать западные вооружения, и постепенно выравниваются ситуации с применением артиллерии, и это позволяет, украине, более эффективно сдерживать российские наступления. Возможно, это связано с тем, что Россия начала переоценку первой фазы своего наступления. Очевидно, что резервы, которые, например, применялись, были применены для атаки на север Харькова, Харьковской области, эти резервы уже в какой-то мере исчерпаны, и необходимо вводить или второй эшелон резервов по этому и многим направлениям, или необходимо менять тактику, возможно, атаковать на другом участке фронта, или концентрироваться только на одном. Но вот за неделю действительно Юлиан Репки говорит, что российские войска, вот для ориентировки, вот Бахмут, вот начинается Часовьяр, вот этот микрорайон, канал, вот он здесь серый, вот этот микрорайон новый, за который начинаются первоначальные бои. Вот Калиновка, и Репки говорит, что российские войска смогли продвинуться вот через канал Северский Донецк-Донбасс, вот этот канал идет, видите, где каждый дипстейт не отмечает, наши военные места говорят о том, что был прорыв определенных российских подразделений, но якобы они были разбиты, но вот по мнению Репки российские войска где-то находятся уже вот здесь, вот здесь, а не вот здесь, как показано на карте. Да, потенциально это угрожает тем, что нам придется ставить микрорайон канал Часового Яра, нам придется, возможно, уступить часть территории вот к северу от Богдановки в направлении Григоровки, и начнутся бои за микрорайон новый. Но Часов Яр, видите, очень специфический город, в смысле, как он разбросан. Это все Часов Яр, вот это все Часов Яр, по большому счету. Центральные районы города находятся вот здесь, до боев за них еще достаточно далеко. В принципе, идут тяжелые бои локального значения. Вот если резюмировать это направление, ситуация в Клещевке тоже зашла в тупик, несмотря на то, что российские войска смогли захватить часть высот севернее населенного пункта и продвинуться в самом населенном пункте. Дальше не идти не могут, населенный пункт в низине. Для дальнейшего продвижения надо снова дальше двигаться по высотам, а здесь не прикрыты фланги. То есть поэтому Клещевка частично захвачена южнее, частично находится в серой зоне, но без продвижения в этом районе российская армия не может полноценно охватить с юга Часавьяр, потому что есть угроза нанесения ударов с фланга, с юга, контрудара украинской армии. Дальше наиболее... Руслан, скажите, пожалуйста, с помощью карты мы же можем посмотреть, оценить, на сколько километров в глубь продвинулись российские войска в районе Калиновки? Ну, давайте попробуем, да, сейчас, чтобы понимать. По оценке снова репки, потому что эта данная не подтверждена. Вот если взять вот с этой точки приблизительно где-то вот сюда, ну, три километра, два. Да, это такая максимально пессимистичная оценка в этой ситуации. Поэтому какой-то катастрофы там еще нет, но хотя, знаете, сейчас у нас эту фазу войны в какой-то мере можно назвать уже не лесопосадочной войной, наверное, а назвать ее и более индустриальной, потому что идут бои в трех больших городах. Волчанск, Часавьяр, Красногоровка. И тяжелые уличные бои одновременно в трех значимых городах. Да, очень война с точки зрения, конечно, военного искусства, всего очень такая уникальная, интересная по-своему. И вот самая худшая ситуация на протяжении недели развивалась именно на очеретинском направлении. Вот я его сейчас еще выделю. Хочу, чтобы вы поняли даже динамику этой ситуации. Вот я откатаю к 27-му и 26-му числу, когда мы с вами начали анализ. И немножечко ускорю. Видите, дальше происходило занятие территории в районе Нитайлова, Семеновки. Начался якобы штурм населенного пункта Сокол. Вот он. Который является частью более широкой агломерации. Сокол, Евгеньевка и Восход. Ну и тут тоже все это продвижение измеряется сотнями метров, в лучшем случае пара километров за неделю. То есть темпы небольшие, но полностью оккупировать этот Авдеевско. Вот Авдеевка. Вот Очеретино. Авдеевско-Очеретинский прорыв нам не удается. Остается в российской армии опция нанесения ударов. Как на Покровск по прямой, тут у нас немного, на самом деле, небольшое уже расстояние. Тут у нас 25 километров, хотя для этого и не много. Так и на Константиновку. Вот здесь наблюдалось продвижение. Сейчас покажу. На этой еле. Ну, очень приблизительно считаем. Тут тоже 24 километра. Тут остается опция, понимаете. И полноценно мы эту опцию ликвидировать не можем. Также были попытки дальше продвигаться на Новомихайловском направлении. Вот бои идут за Красногоровку. Ситуация там ухудшилась, потому что сейчас покажу. За неделю вот Красногоровка. Потому что российской армии удалось занять центральные административные здания. Вот они здесь находятся. Вот школа, вот центральные административные здания и центральные районы. За армией Украины остается преимущественно частный сектор и низина. Но почему под таким центром города фактически уже владеет российская армия? Но почему не удается российской армии полностью занять эту низину, этот частный сектор? Потому что вот здесь высоты идут своеобразные, а здесь идет низина. И тяжело штурмовать, когда украинская армия находится немножечко на возвышенности. Тяжело занять эту низину. Ну, какой-то в мире ситуация повторяется и с Клещевкой. Так. Угледарско-Новомихайловский фронт немножечко оживал тоже. Сейчас покажу. Вот Невомихайловка-Проскоевка. Тут дальше штурмы. Здесь со стороны Сладкого шло медленное продвижение к трассе Угледар-Константиновка. Также это уже Южный фронт, Запорожский фронт идет у нас. Также были активные бои на этой неделе в районе урожайной Старомайорской. Вот Старомайорская, но практически захвачена. В урожайной урожайной нет. Это как раз те территории, зеленые выделены, которые Украина отбила во время летнего контраступления прошлого года. Продолжается тени толкают на Работинском выступе. Хотя он существенно уменьшился, видите, 56 квадратных километров. Раньше был под 90 квадратных километров этот Работинский выступ, но тоже без существенных изменений. Вот здесь стрелочки нет, не знаю почему нет. Но вот здесь районы Нестерянки, Российская армия пробовала тоже наступать на этой неделе. Заняло несколько полей посадок, но тоже это не глубокий, а более тактический прорыв. В прошлом и позапрошлый понедельник, а может быть даже и раньше, вы говорили, что фактически Российская Федерация ведет от 10 до 15 локальных наступлений на территорию Украины. Да, количество их сейчас немножечко уменьшилось, где-то их 8-10 стало, этих наступлений. Очевидно, что все ожидают дополнительных российских резервов введения в это направление, и все переваривают последствия американской военной помощи. Они уже сейчас отображаются в виде поступления в Украину боеприпасов, артиллерийских непосредственно, а также напомню, что на этой неделе Украина начала наносить удары по пограничным российским территориям, по российским тылам в Белгородской области, в Белгородской, Курской области, которая начала сразу влиять на ситуацию. Хаймарс, после разрешения страны США и некоторых западных стран, начали активно работать по этому региону, по которому они раньше не работали. Поэтому, по большому счету, на военной ситуации наблюдается ситуативный стабилизет, но все ждут дальнейших ходов друг друга. Очевидно, что война очень далека от остановки, очевидно, что стороны и близко не использовали своих резервов даже для этой летней кампании. Она только летняя кампания, летняя битва только начинается. Руслан, и все же забегая немножечко наперед, скажите, пожалуйста, как вы думаете, решение об ограниченном применении западного кардинально преобразить, поменять ситуацию, которая сложилась сейчас на фронте? Оно влияет только на один аспект. Оно кардинально не меняет ход войны, но оно влияет на российские планы начать штурм пограничных украинских территорий. Ведь стояла, была серьезная угроза, вот видите, вот эта граница, вот здесь Украина-Россия заканчивается, так что начинается белорусско-украинская. Стояла большая угроза, что по всему периметру вот этой границы, по всему периметру, Россия может провести часть или комплекс локальных наступлений. Создание санитарной зоны, помните, говорил Путин, буферной зоны на этих направлениях, захватка каких-то городов. И фактически Украина была в этой части слабо защищена, потому что мало укреплений, мало людей, непонятно где и когда ударят российские войска. В этом направлении разрешение наносить удары по российской территории приводит к тому, что Украина получила возможность разрушать тыловые базы пограничных территорий, нанесить удары по накопленных резервах на этих территориях, по складах боеприпасов, топлива и всему остальному. То есть российская тактика с тысячи порезов на пограничных украинских территориях теперь поставлена под угрозу и под сомнение в отношении того, что она может быть реализована. Вот что поменяло это разрешение, особенно американское разрешение. Теперь Россия не может концентрировать достаточно резервов и ресурсов на пограничных с Украиной территорией без реальной угрозы того, что Украина нанесет удары и уничтожит эти резервы. То есть по состоянию на сейчас мы можем говорить о том, что удалось сорвать планы военно-политического руководства России начать наступление на территорию Сумской области. В прошлую пятницу или в четверг, кстати, Вашингтон-Пост писала о том, еще до того, как было официально объявлено решение, разрешающее украинской армии использовать западное оружие, что вот-вот и начнется второе наступление, такое активное, массированное только уже на Сумскую область. Не факт, что Россия отказалась от этих планов, но эти планы крайне теперь усложнены. Теперь это не может быть большой неожиданностью для Украины, потому что невозможно сконцентрировать большие ресурсы незаметно. И эти планы крайне усложнены. Возможно, даже удалось не просто сорвать план наступления на Сумскую область, возможно, удалось сорвать одну из стратегий. Растаскивание, удлинение линии фронта максимально за счет этих локальных атак силами батальонных технических групп, которые, например, шли вот сюда на Волчанск или на Липцы. Именно эту стратегию Россия, возможно, собиралась применять этим летом до нанесения какого-то главного своего удара, если для этого есть силы. Военные эксперты и наши, и зарубежные говорят, что, в принципе, от 100 до 300 тысяч солдат России сегодня имеет в резервах. Эти резервы как раз сконцентрированы в районе Курской, Воронежской и Белгородской областей. Но теперь их потянуть к границе и сконцентрировать в достаточном количестве для того, чтобы перейти в наступление, будет намного сложнее. И Россия может искать другие какие-то направления, другую тапку. Я не удивлюсь, если Россия все же снова ударит в лоб. И мы эти резервы все же увидим в Донецкой области или в Луганской области. Также привлекательная цель остается Запорожье, но тут уже построены как минимум две линии обороны, шалонированной обороны со стороны Украины. И напрямую прорваться с Запорожья достаточно сложно. И я думаю, что, возможно, поэтому активизировались боевые действия в районе Великой Новоселовки. Это может быть часть рассматривания или анализа возможности проведения операций с охвата Запорожья. Вот с этого направления и охват Запорожья где-то с севернее, потому что вот здесь очень серьезное укрепление. Уже нарыты, накопаны. Все это показывают аналитики осень. Вот такая, знаете, в преддверии бурьи. Неделя такая прошла. В ожидании бури в Киеве были грозы. Мы помним, на этой неделе такие, причем серьезные, с потопами. И вот весь фронт тоже находится в таком немножечко взоштывшем ожидании бури очередного витка скалации. Состояние мегабури войны. Руслан, мы будем постепенно переходить к обсуждению вот этого европейского азиатского турне президента Украины Владимира Зеленского. Потому что там действительно есть что обсудить. Много чего интересного рассказал президент. Он и раскритиковал Китай за то, что Пекин якобы срывает саммит мира в Швейцарии. Досталось также президенту Бразилии за то, что он отказался принимать участие в этом политическом мероприятии. Прокомментировал также президент Украины и совместное заявление Китая и Бразилии о том, что в мирной конференции по Украине должна принимать участие Россия. Ну и конечно же Зеленский не оставил без внимания решение наших партнеров позволить украинской армии все-таки в ограниченном режиме, будем подчеркивать, наносить удары с помощью западного оружия по российской территории. Этого недостаточно. Надеяться, что Соединенные Штаты Америки вскоре разрешат наносить удары не только с помощью Хаймарс, но и с помощью Атакамсов. Как вы оцениваете вот этот визит или парад визитов Зеленского в разные страны? Какая основная цель и как вам та риторика, которая прозвучала из уст украинского главы государства? Сейчас буду говорить жесткие вещи, друзья, но я, как всегда, буду честен с вами в этой ситуации. Смотрите, главное, наверное, такое стратегическое достижение команды украинского президента за годы войны, это то, что ему удалось втянуть в эту войну на своей стороне, на стороне Украины, наших западных союзников. И эти союзники, которые начинали с Энлавов, Стингеров и бронежилетов, с касками, помните первая германская поставка, каски и бронежилеты, сейчас поставляют все виды вооружений, ну, фактически, кроме ядерных вооружений в Украине. Да, я прекрасно понимаю, как аналитик, как эксперт, что, с одной стороны, без этой помощи, без этого втягивания наших союзников, мы, скорее всего, эту войну уже проиграли бы, чем давно. А с другой стороны, конечно, втягивая все больше и больше международных сил в войну, ставить весь мир на грань глобального противостояния, на грань новой мировой войны или на грань международной войны с применением ядерного оружия. Я просто вам констатирую, я не говорю, что это хорошо или плохо. Это такова температура сегодня по палате. На украинской стороне сегодня находится около 70 стран, Грамштайн плюс, мы говорим о форматах. На стороне России как минимум 6-8 стран поставки вооружений, сотрудничество военное с этими странами или содействие России, или прямое даже соучастие КБР. И, с одной стороны, без этого втягивания, вовлечения, что стратегическая победа Зеленского, это стратегическое его достижение в этой ситуации. Без него в Украине никак, с другой стороны, мы понимаем, что глобальный конфликт все ближе и ближе. Вероятность применения ядерного оружия, к сожалению, все выше и выше становится. И причем это может быть не обязательно России, я вам скажу, что первый удар ядерным оружием может нанести не Россию в этой ситуации. Не думайте об этом узко, не читайте только пост посты Медведева. А кто, кроме России, может применить? Западные партнеры в определенный момент посчитают, что Россия готовится к применению ядерного оружия и могут применить опреждающий удар. В стратегиях западных союзников Украины это есть. Особенно если не посчитают, что если Россия нанесет первый ядерный удар, то им все равно придется втянуться в это противостояние, и все равно это закончится обменом ядерными ударами. Тогда они могут посчитать, что тот, кто ударит первым, тот выиграет. Ну, как в уличной драке. Запад идет по пути эскалации, Россия примет все меры по нейтрализации угроз. Это свеженькое заявление Министерства иностранных дел России. Так они отреагировали на заявление генерала Буддесвера о том, что и может применять Патриот. Да, в целом, помним еще заявление о том, что если Россия ударит по Украине ядерным оружием, то Запад ударит по России. Ну, это польские лидеры заявляли. Вот если в целом сейчас проанализировать эту ситуацию, то там 70 на 30, что первая дабы ударит Россия. Но мы должны думать шире, прошу прощения, но мы должны думать шире, поскольку не обязательно Россия будет первой. Она может угрожать бесконечно, но получить удар именно может быть она в этой ситуации. Ситуация очень напряженная и зависит от того, как стороны оценивают. Исход этого противостояния. Не ход, а как они оценивают то, те сценарии, как эта война закончится. Первое. Это очень сложная история. Это надо отдельно как-то с вами сесть по эфире, посчитать эти потенциалы, возможности, модели. Есть много прекрасных видео, показать, как это. Но Россия может быть не первой, еще раз подчеркнусь. Она может быть не первой. Хотя, скорее всего, станет первой в этой ситуации. И да, в этих заявлениях российского руководства масса шантажа. Это попытка нас запугать, шантажировать. Но хочу напомнить, что они то же самое делали с военными учениями в Беларуси. Каждый год, который проводили с 2018 года, пока в 2022 году эти учения не превратились в полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому в каждой доле шантажа есть доля реальной угрозы. Поэтому тут надо оценивать и шантаж, и оценивать реально относиться к этому как к возможной угрозе. Я вижу какие-то очень неприятные некоторые вещи, которые я пока не буду говорить в эфире. Особенно применение бронетехники, подготовленной к ядерной войне, к ядерному противостоянию. Вывоз боеприпасов ядерных из российских складов. То есть очень есть очень неприятные вещи. Но я не хочу запугивать наше общество. Ну и к майским шашлыкам тоже не буду призывать. Призываю очень внимательно относиться к сейчас любым угрозам. Тем более, если не эти повышенные угрозы. Наш МЧС разработал разные виды угрозы. Сейчас разные сигналы, не удивляйтесь. Ядерная угроза, химическая угроза. Они еще не звучали в наших телефонах. Но если вы послушаете, что странные, это не взлом. Это разработка нашего МЧС. Не удивляйтесь. Второе. О чем хочу сказать. Проезд Шангрила форум и большой тур Украины по странам Юго-Восточной Азии. Хотя там и специфические встречи были. Филиппины, кстати, и Восточный Тимор. Тимор – это две единственные преимущества христианские страны региона. Это две страны, которые ориентируются в какой-то мере на Запад. Южный Тимор вообще получил независимость только в 2002 году. Стал первым государством в 21 веке, обрешен независимость. А до того десятилетним считался оккупированной территорией Индонезии. И вообще, это очень крайне интересный опыт. Вот, если, друзья, интересно, советую почитать статью большую на нашем сайте. По Индонезии. Индонезия считает Восточный Тимор, например, сепаратизм. Отторжение территории. Потому что страна получила независимость от Индонезии. Хотя в самой Индонезии есть очень разные опыты урегулирования таких всяких международных конфликтов, сепаратистских конфликтов. Есть и подавление сепаратистских движений, это Новая Гвинея. И замораживание, это Южно-Малукская республика. И федерализм, конфедерализм провинции Ачех. Ну и вот Восточный Тимор стал независимой территорией, членом ООН. И вот мы встречаемся с этим Восточным Тимором. В Индонезии на это, думаю, нехорошо, не очень хорошо посмотрели. Но вряд ли президенты нормально консультировали по этому вопросу, к сожалению. Одна из сложных историй для этой республики. Задача была максимально сагитировать страны Юго-Восточной Азии, страны глобального юга, принять участие в глобальном форуме мира. Особенно после отказа Бразилии. Особенно после отказа Бразилии, Китая. А сегодня стало известно, что и Саудовская Аравия. Руслан, позвольте уточнить, а визит Зеленского в Саудовскую Аравию, он пока не состоялся? Ну, он планируется, насколько я знаю. Но дело в том, что президент сказал, выступая на Шенгрила-форуме, что 106 стран, более 100 стран и международных организаций уже подтвердили свое участие глобально в саммите мира. Но дело в том, что в Украине мало участия. Понятно, что непонятно, сколько там стран, сколько международных организаций. Но в Украине мало участия, необходимо участие лидеров. А даже те страны, например, в Филиппине сказали, да, мы будем участвовать, но не в формате лидеров. Индия сказала, да, мы поучаствуем, но не в формате моди не едет, понимаете? А если моди не едет, то уровень запланированного подписания документа будет слабее. Это понижает и статус самого мероприятия. Да, поэтому президент, знаете, уже наша команда власти уже начала прикрыться, решила президентом. Президента бросили на абразуру Юго-Восточной Азии, пытаясь использовать его влияние, его известность глобальную, для того, чтобы еще кого-то сагитировать, принять участие в глобальном саммите мира. Поэтому, говорят, более того, знаете, что президент недоволен тем, как наш МИД подготовился к этому саммиту. И в очередной раз зашаталось кресло под кулебой министра странных дел, который все же может уйти в отставку уже в ближайшие людей. А разве МИД курировал вопрос проведения саммита мира? Мне казалось, что этим занимается Ермак. Вы формально или реально спрашиваете? Формально ответственный МИД, хотя мы понимаем, что реальным министром иностранных дел является офис президента Украины сегодня. МИД играет вспомогательную технократическую функцию в этой части. Но вот якобы президент остался недоволен кулебой, и одного кулебу уволят, второго повысят, а второго собирается якобы повысить должность министра по вопросам региональной политики. Посмотрим. Такие слухи ходят в нашей системе. Но вот президент пытался использовать этот в Шангрила форум, чтобы сагитировать эти страны. В очередной раз объявили трех принципах, трех пунктах, которые собираются обсуждать на форуме. Ядерная и продовольственная безопасность. Подчеркиваю, для некоторых не очень умных смотрящих, сам президент Украины ставит номер один пункт там сегодня. Вопрос ядерной безопасности, ядерной гарантии безопасности. Подчеркиваю, ядерной. То есть это оценка самого президента Украины. Ну, сложности ситуации и рисков, которые идут в этой сфере. Ну и, конечно, обмен пленными людьми и возвращение украинских детей. Прежде всего, идет речь о детях, детских домов, которые оказались на территориях оккупированных России. Потому что, что касается тех детей, у которых есть родственники, опекуны, то они и так возвращаются в Украину. Регулярно мы читаем эти сообщения. Россия их не удерживает. Вопрос идет только о тех детях, которые были без опеки, без родственников. Россия считает их государственными детьми. И поскольку территории считает своими, она вот этих детей не возвращает в Украину. Президент пытался обойти максимально острые камни, острые углы в этом наступлении. Хотя, конечно, то, что Зеленский наговорил о Трампе или то, что он наговорил о Китае раньше на этой неделе. Но удачно ли это форма агитации? Критикуя Китай, критикуя Бразилию, там немножечко пожурил и Байдена, по-моему, вторично за последнюю неделю. Но первый раз за его решение не принимать участие в глобальном саммите мира. А тут, мол, спасибо вам, но хотелось бы больше получить опции для нанесения ударов по российской территории. Украина хотела получить разрешение наносить удары в глубину где-то на 500 километров, для того, чтобы доставать ключевые производственные зоны России, даже больше, на территории Урала, на Московской, Ленинградской областях. Понимаете, в чем идет речь? Наносить эти глубинные удары Запад пока не разрешает. Говорит, Россия отведит ядерным ударом. Украина говорит, нет, нет, посмотрите, мы бомбим их станции за горизонтной разведки, станции ядерной триады, разведывательные станции. Россия ничем не отвечает, нет ни красных людей. У России слова, Россия дохлая, Россия ничего не может противопоставить этой ситуации. Вот такой вот комплексный, дроново-ракетно-дипломатический, политический диалог мы сегодня наблюдаем. Да, это игра на грани. Это реальная игра на грани. Но наш президент и характерен, вот этой, знаете, такой хорошей или плохой, сами оценивайте, международной или даже геополитической наглостью. Именно так я это могу назвать. Помните, это история с ливерной колбасой, которую раньше обзывали немецких руководителей. Сейчас вот это, мы то, что видели заявление Зеленского о том, что Трамп лузер там, или Китай играет против нас, а вообще помогает России там закупать какие-то вооружения, придумали историю с каким-то закупкой РЭБом, публичным, ну просто бред. Ну якобы, что китайская ассоциация собирается закупать РЭБы, и объявили публичный тендер об этом, рассылают письма. Ну вы же понимаете, что военные закупки так абсолютно не делаются. Но это как раз история с этой же, это вещи с этой же историей. Это попытка таким образом надавить на Трампа, на Китай. Но если с ливерной колбасой это где-то работает, то в этой части это может не сработать. Знаете почему? Потому что когда мы говорили о ливерной колбасе, о наших западных союзниках, мы там, мы когда критикуем западные элиты политические, лидеров государств, мы опираемся на поддержку Украины в общественном мнении. То есть мы, знаете, как тот архимед, дайте мне точку опоры, я переверну мир. Мы опираемся, мы берем большую палку ливерной колбасы, напомню, так называли немецких политиков, некоторые наши дипломаты, и опираемся на общественное мнение, и заставляем их поставлять нам больше поддержки, воеприпасов, вооружений, финансов. Но дело в том, что в Азии ситуация другая. В Азии, в азиатских обществах Украина не имеет такой поддержки и близко. То есть там нам не на что опереться. Там нет такой точки опоры. И вот такая критика, не знаю, там Китая или кого-то еще, она может вылазить нам боком. Она может просто ухудшать отношения с этими странами, не давая какого-то позитивного эффекта. Напомню, что мы должны не критиковать Китай, мы должны дружить с Китаем. Это наш главный торговый партнер до сих пор. Представьте себе, что Китай, как в свое время с Австралией, например, взял, или с странами Балтии, взял и перекрыл краник, и 10 миллиардов долларов товарооборота ушли в ноль. Наши аграрии, которые поставляют Китай, кукурузу, подсолнечное масло, другие зерновые ушли в ноль с этими поставками. Что мы будем делать? Китай показательно наказывал Австралию и страны Балтии буквально год назад, или два года назад в этой ситуации. И разрушает товарообороты в 50 миллиардов долларов, понимаете? А не в 10. Поэтому тут надо очень внимательно думать. И с Трампом, и с Трампом тоже плохая. Даже, даже, я смотрел полностью высказывания президента Украины, он так мягко зашел, говорит, Трамп будет лузером, если не будет помогать Украине. Но, дело в том, что как говорить с Трампом, если Трамп станет президентом после этого? Он это лузера запомнил, само слово запомнил, 100%. И если не запомнил, ему российские медиа напомнят. Более того, наши трения с Трампом воспринимаются консервативной частью западного мира, силами, которые ориентируются на Трампа в Европе, как признак кризиса. Кризиса наших отношений с Западом. То есть тут надо очень осторожно, вот говорю, вот такая геополитическая наглость работает, когда у тебя есть план Б, опора на общественное мнение. А есть план С? Или хотя бы план альтернативный? А когда плана нет, то будет как с крымской платформой. Замах на рубль, удар на копейку. То есть хороший форум, актуализировали тему, да, хорошо. Потом началась война, и вообще не имеет сейчас какого-то выражения. Тут надо осторожно, тут надо более ответственно к этому происходить. Странами, которые со стороны наблюдают, вот эти наши телодвижения, вот эти наши эмоции воспринимаются как признак неуверенности, кризиса, исчерпания ресурсов. Понимаете? Поэтому с этим надо очень дозировано, особенно публично, особенно в части повредачи публичных сигналов. Кстати, публичного рода такие заявления означают, что закулисная дипломатия уже не работает. Что, условно говоря, по телефону это обсудить и договориться с закулисами и публичными невозможно. Нам приходится, президенту Украины приходится публично критиковать. Всех этих людей для того, чтобы как-то повлиять, возможно, еще на их позицию. Но это тоже абсолютно крайне. Это самый последний инструмент дипломатии. Публичная критика. Но по поводу вот этой риторики Зеленского, российская пропаганда, что уже говорили? Посмотрите, Зеленский полетел в турне, побил горшки с Бразилии, Китая, уже с Соединенными Штатами Америки разрухался. Продолжение в том же дуть. Ну, наши западные союзники, чтобы мы не говорили, будут нас терпеть, как минимум, до завершения выборов. Потому что все же Украина важнее в ее роли в войне с Россией, даже нежели наши какие-то эмоциональные реакции. А вот страны глобального юга, другие страны, могут закусить у дела. И посмотрим, удастся ли Китаю, Савадовской Аравии и Бразилии организовать альтернативный форум, глобальный форум мира уже этой осенью. Знаете, что меня еще на этой неделе беспокоило? Меня беспокоила формулировка, с которой Пакистан отказался от глобального саммита мира. Поскольку не считает этот глобальный саммит мира соответствующий его нейтральной роли. То есть он, Пакистан, говорит, что мы не считаем этот глобальный саммит мира нейтральным. Интересная формулировка, которую, кстати, могут взять на вооружение и другие государства. Да, российские медиа, конечно, все это будут максимально эскалировать, но они традиционно работают до наших ошибок. Потому что просто выдумки, фейки уже давно не работают. Они работают только в худшую сторону для того, кто их применяет. А вот усиление ошибок и провала противника, да, и мы так работаем прекрасно, и они так будут пытаться в этой части работать. Ни с кем Зеленский серьезно горшки не разбил и не разругался, но мы так и до сих пор не стали какой-то важностью, ценностью, субъектностью для стран глобального юга. Они до сих пор на нас смотрят, как на продолжение усилий, стратегии и зоны влияния западного мира. Они до сих пор не считают нас достаточно субъектными для ведения прямых переговоров. Понимаете? Вот в чем проблема. Еще какие-то оказывают знаки внимания, нам согласны какие-то. Выражать сочувствие, гуманитарную помощь, да. Вписываться за нас, если не имеют серьезных компенсаторных механизмов со стороны западных союзников Украины, нет. Не видят, к сожалению, для себя в этом резона, а сокращение нашей международной торговли еще более усиливает разрыв между нами и странами глобального юга. По поводу стран глобального юга еще один штрих. Складывается впечатление, что они не понимают, почему Украина противится, выступает категорически против присутствия представителей России на саммите мира. Мол, если вы хотите поговорить о войне сами с собой, пожалуйста, говорите, но без нас. Ну, да, это тоже один из аргументов, который активно использует, сейчас мы добавим в Света, и активно использует российская пропаганда. Она говорит, так, если вы хотите переговоров, так пригласите нас. Так, пригласите нас. Какие переговоры могут быть без нас? И тут сложно достаточно оперировать с этим заявлением, оппонировать ему. Потому что Украина говорит, мы хотим создать этот саммит для сформирования международной коалиции. Страны глобального юга говорят, а мы не хотим быть членами никаких коалиций. Мы нейтральные страны. Но все страны участницы глобального движения неприсоединения еще со времен противостояния между Советским Союзом и США. Мы не хотим быть членами никаких коалиций, поэтому нам нечего делать на этом саммите. Если бы речь шла о переговорах, да, мы с удовольствием поучаствуем, предложим своей модели, выступим модератором между вами и Россией, потому что вы воюете друг против друга. Все предельно просто и понятно. И сколько раз ни кричи, международная коалиция, мир, основанный на правилах, все это не работает южные и северные экваторы. Потому что там страны живут, которые хлебнули сполна мира, основанного на правилах, хлебнули сполна постколониального прошлого. Они знают, как работает демократия, на самом деле, на своих примерах. Они знают, как работает международная политика в отношении слабых. И там, к сожалению, чисто риторика не подходит. Там надо искать интересы, резоны, деньги, сотрудничество, торговлю, взаимную ценность. Там нужен более прагматичный подход. Ряд российских политологов сообщает о том, что Джо Байден летит в Киев. Нет, не прямо сейчас, а в конце июня может посетить украинскую столицу. Вполне возможно. Также возможна встреча президента Украины и Джо Байдена на саммите G7, который запланирован еще до глобального саммита мира. Никифоров буквально за полчасика пресс-секретарь Зеленского сказал о том, что Зеленский, скорее всего, примет участие в формате видеоконференции. Ну, посмотрим. Но говорили о том, что все-таки эта встреча возможна на полях этого саммита. Украину приглашают и Джо Байдена. И Украина может там принять участие физически. Но, возможно, Байден посетит Украину для того, чтобы показать, что он не отказывается от нее ради Голливуда. Но Голливуд во время избирательной кампании тоже важен, и он его перенести не может. Но мы же понимаем, что вот этот вероятный визит-приезд Байдена в Киев мы будем с вами интерпретировать как один из элементов его предвыборной кампании. Помните, сама предвыборная кампания Байдена в свое время началась уже возле Златоверхового, возле Михайловского собора. Под звуки воздушной тревоги, да. Под воздушной тревоги. Тогда именно Байден заявил, что он пойдет в президенты США. Но Голливуд очень важен с точки зрения денег и влияния непосредственно на американского избирателя. Кроме того, я вот, давайте честно скажем, Да вы всегда честно говорите. Символичность участия Байдена или не участия Байдена, она, конечно, важна. Но явно, ну, вполне вероятно, что, несмотря на любой исход выборов, при любом исходе американских выборов президентских, вполне вероятно, что не Байден будет заниматься мирным регулированием в Украине. То есть этим будет заниматься или другой президент, или будут заниматься помощники Байдена, но не сам американский президент, если он даже переизберется на второй срок. Поэтому, мне кажется, не стоит там уж слишком напирать на эту символичность. Я сегодня, вы знаете, думал, вот сидел с утра и думал перед этим эфиром, думаю, а для чего этот глобальный саммит мира? С одной стороны, конечно, в целом, для чего? Вот какова его эффективность? Чтобы показать то, что мы за мир, но мы, в этом наши западные союзники и так убеждены, а страны глобального и считают, что нет, что мы просто продолжаем эту технологию. Для того, чтобы перебить российский тезис о том, что Украина виновна в продолжении войны, потому что все знают, что Россия напала на Украину, она виновна в начале войны, такое себе деньги тратятся, все остальное. Для того, чтобы отвлечь Европу и Америку от выборов своих, ну, не самый удачный период. Возможно, нам вместо этого глобального саммита мира лучше было бы провести какую-то международную конференцию в рамках Совета безопасности ООН или самого ООН по этим направлениям. или вынести на голосование Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию с поддержкой украинского мирного плана. А вам не кажется, что на банку жалеют, что инициировали проведение этой конференции? Иногда есть такое ощущение. Наверное, изначально, напомню, изначально глобальный саммит мира планировался на февраль, не на июнь. То есть, изначально, возможно, был расчет на то, что все лидеры, как минимум, западного мира все вместе появятся, другие страны хотя бы отправят своих представителей, будет репрезентативный корум, и вместе там проголосуем какой-то документ, который станет для нас такой дипломатической символической победой, с одной стороны, а с другой стороны станет определенным ограничителем для правительств, которые придут на смену после выборов в Европейском Союзе, в Британии, в США. Мы всегда потом сможем показывать Трампу декларацию глобального саммита мира, говорить, смотрите, США проголосовало за другой подход, а не то, что вы предлагаете. Возможно, была такая идея, но все равно эта идея достаточно инфантильна. Мир очень прагматичен, жестокий, реален, и бесконечно на ярких, очень профессиональных, классных, дипломатических стендапах мы не выйдем. Мы вошли в фазу войны на истощение. По поводу мистера Трампа, у него своих проблем хватает, вот эти судебные производства, они продолжают висеть над его головой, там ключевая дата 11 июля, должен быть вынесен вердикт, а 15-го, кажется, должно состояться выдвижение Дональда Трампа уже от республиканской партии, было сказано о том, что все равно будем выдвигать, там представители, номинационный комитет, будем выдвигать независимо от решения суда. какие может быть решения суда, и что Трамп, если будет признан виновным, окончательно и бесповоротным, вот как это повлияет на ход гонки, там, есть же какие-то юридические аспекты, если виновен, то вряд ли можно принимать участие в президентской кампании, или в Америке, возможно, на все. Вчера моя коллега в США написала мне, а ты знаешь, все то, что ты сказал два года назад о Трампе, случилось на сто процентов, как ты сказал, так она и развивается ситуация. Я говорю, а что случилось, я уже забыл, что я сказал. Она говорит, ну, как ты сказал, что будет суд, будет обвинение, даже дело, там, и все конкретное, и все остальное. Это, эти, это, я не ставлю под сомнение решение американского суда, хотя оно случилось в очень удивительный период. Я думаю, что решение, все-таки вероятность тюремного заключения для Трампа остается невысокой. Скорее всего, ему присудят значительные штрафы. Штрафы, которые снизят экономическую возможность Трампа в участии в выборах. Объясняю. Мне сейчас оппоненты пишут, слушай, после этого решения суда, там, выстроились очереди американцев, которые пытаются отправить своих 10 долларов 50 долларов в выбирательный штамм Трампа и все остальное. Да, это важно, но все равно ту дыру финансовую, которую может пробить в бюджете Трампа это решение, Трампа будет очень сложно компенсировать. Речь может идти о сотнях миллионов долларов. В США деньги играют важную роль, но не так, как мы привыкли в Украине и России. Не так. то есть деньги у нас деньги очень быстро превращаются в кульки-гречки, не знаю, в конвертики с купюрами, а там деньги, поскольку страна огромная, играют важнейшую роль для проведения эффективной агитации, для донесения своих месседжеров к своему избирателю. И этих денег Трампу может не хватить для победы в колеблющихся штатах. Вот этих 11 колеблющихся штатов, 10 из которых Трамп пока побеждает, у которых он проиграл выборы Байдена, ну, не критикуйте меня сильно, именно за проиграл, проиграл по факту, может быть, там, не юридически, не электорально, но по факту проиграл в 2020 году. Вот эти штаты из-за отсутствия денег он может проиграть. Само решение тоже влияет на мнение нейтральных, не определившихся избирателей. Все-таки в Америке есть культ правовой культуре определенной. И человек, который осужден решением суда, даже если не к заключению, все равно он теряет баллы в глазах вот этих не определившихся избирателей. Поэтому все это может стоить денег Трампу, все это может стоить потери каких-то процентов избирателей, а мы видим, что Трамп, Байден, ноздря в ноздрю, ноздря в ноздрю, идут 2-3 процента. Все, в этом конечном итоге может стоить Трампу победы на выборах. Хотя я все же считаю, что у Трампа чуть-чуть больше. 51 на 49 шансов победить на этих американских выборах. Руслан, давайте дождем с 11 июля решение суда, а затем будет работать съезд республиканской партии и решение номинационного комитета. Тем временем министр обороны Нидерландов заявил о том, что Нидерланды позволили Украине использовать 24 своих F-16 для нанесения ударов по территории России. Ну, тоже речь идет о пограничных территориях. Раз, и, ну, необходимо получить еще эти вооружения. Два. Я уже не стал, более в широком понимании это тактика шантажа и давления на Москву. В Москве говорят, что если вы начнете полномасштабное наступление на украинских границах, мы, а, разрешим бомбить ваши талы, в том числе производственные базы, электростанции. Отчего сегодня Украина страдает? Отсутствие света не позволяет развернуть промышленность. Бьет серьезно по экономике. Только уничтожение трипольской ТЭС дало минус 0,6% ВВП Украины. Десятки миллиардов гривен. Россия может превратиться в Украину или как минимум в европейскую часть, если западные партнеры дадут нам ресурсы и разрешение. То есть, если вы наступаете, ваша европейская часть превращается в Украину. Раз. Второе. Если вы наступаете, мы прикрываем западные регионы Украины своими ПВО и перебрасываем ПВО Украины с этого региона на восток, начнут падать ваши птички интенсивнее. Если вы наступаете, мы даем своих инструкторов войскам для украинцев, которые, во-первых, ускорят подготовку украинских войск на территории Украины, а во-вторых, могут принимать участие где-то в боевых действиях, если уж так случилась ситуация. Вот. Если вы наступаете, вы получаете один, два, три. Вот такая геополитическая игра. Вот для этого делаются эти заявления. Вот для этого делаются эти заявления постоянно. Это попытка надавить на Москву, заставить ее отказаться от летнего наступления. По поводу отсутствия электроэнергии. Достаточно важная и больная тема для всех украинцев. Владимир Кудрицкий, напомню, это руководитель Украинерго, предупредил, сообщил о том, что на этой неделе ситуация в энергосистеме ухудшится. По его словам, это вызвано выводом в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций, а также последствиями обстрела в объектах энергетики 31 мая и 1 июня. Но это еще не все. Сегодня в средствах массовой информации Украины была опубликована инфа о том, что члены правления Украинерго в апреле получили по 2 миллиона гривен. Это в 4 раза больше их средней зарплаты за предыдущие месяцы. В компании не стали называть отдельно зарплату главы правления господина Кудрицкого, а назвали общую сумму, которую получает он и 4 члена правления. Например, в декабре 23-го года общая сумма 7 миллионов 934 тысячи, это в среднем по полтора миллиона гривен. Апрель 24-го года 8 миллионов 534 тысячи гривен, это на каждого 2,1 миллион гривен. Ну в среднем они получают около 2 миллионов гривен в год, это напомню где-то в месяц, прошу прощения, 2 миллиона гривен в месяц. Это получается где-то 50 тысяч долларов в месяц. Знаете, в нашей группе Украинской института политики с утра было ожесточенное по этому поводу спор, потому что некоторые наши эксперты говорят, так нужна коммерческая зарплата, рыночная зарплата, если мы хотим иметь эффективных менеджеров. На что ему люди... Настолько коммерческая, настолько рыночная. Послушайте, на что ему люди, которые работают в коммерческом секторе, говорят, слушай, сейчас на рынке для директоров больших компаний в коммерческом секторе потолок зарплаты где-то в 10 тысяч долларов в месяц. Это при том, что надо показать результат на протяжении первого года, вывести за год компанию прибыль. Нет таких коммерческих зарплат. Это коррупционный платеж. Конечно, это информационная компания. Вбросили как раз на пике общественного недовольства в отношении повышения цен. Но это тоже коррупционный платеж. Части элит, связанные с нашими западными партнерами, за их поддержку. Президент Украины получает 30 тысяч в месяц. 30 тысяч. А вот этот Украинерго и еще 20 государственных компаний получают миллионы в месяц. Вспоминаем сказал Суперпочт. Неужели президент Украины хуже не такой эффективный менеджер, нежели этот Чмоня с Украинерго. Надо поднять вопрос, а какая зарплата у главкома украинская? Смотрите, какая зарплата у главкома и других офицеров. Я считаю, что президент Украины может получать 50 тысяч долларов. Ну, честно. А все остальные должны получать всюду меньше его. Президент Украины, премьер-министр Украины, они же несут ответственность за всю экономику, включая эти 20 компаний. Почему НАП Советы, даже не директора или не главные инженеры, обратите внимание, это же не главные инженеры компании, которые знают всю нужный специалист. Понимаете? Это какие-то сидят черти на Советах, политическая крыша, которые часто вообще ни хрена не разбираются в тех компаниях, в которых они сидят, извините за слово. Я помню по Украинской Залезнойцей, помните, там сидели люди, которые по Украинской Залезнойцей, даже некоторые из них не ездили на поездах в жизни украинских. Не то, чтобы что-то в чем-то разбирались. Так вот эти черти получают сумасшедшие деньги и за счет увеличивают убытки компаний, издержки своих компаний. И потом, чтобы компенсировать эти издержки, мы поднимаем тариф для предприятий, включая военно-промышленного комплекса, мы поднимаем тарифы для населения в два-три раза, в 12 раз с 2014 года. Тут надо навести порядок просто каленым железом. Я хочу, чтобы у нас здесь президент, премьер-министр, военком получали большие зарплаты, даже в десятках тысяч долларов, потому что это ответственность за всю систему. А все остальные, в том числе в государственных компаниях, должны получать уже меньше их. В любом случае это неправильно. А в коммерческих компаниях, там, где чисто коммерческий собственник, получите сколько угодно, хоть 100 миллионов. Нас это не должно волновать. Но таких зарплат в 50 тысяч долларов на рынке сейчас в Украине нет. даже для топ-менеджеров коммерческих компаний. А какие зарплаты должны быть у депутатов, например, у мэров крупных городов? Да и не только крупных. Я считаю, что они должны быть все привязаны к или не облагаемому минимуму доходов граждан, или должны привязаны быть к средней зарплате в стране. Растет, у них растет, и у президентов всех падает, и у них падает. Они должны быть в динамике. Все должно быть в динамиках сделано. Количество депутатов должно быть привязано к количеству населения. Зарплаты должны быть привязаны к доходам населения, чтобы все были заинтересованы в росте численности населения, доходов населения, а они работали просто на отлюбись. Я подбираю сегодня слова, потому что эта ситуация меня с утра немножечко анатопнула. Для того же, перед тем, как поднять цены на электроэнергию, на любые коммунальные услуги, нам провести надо каленым железом с собаками и ЧК с СБУ, аудит всех этих комбаней. Потому что они превратились в коррупционные черные дыры, с которых кормятся коррумпированные национальные и транснациональные элиты. Точно. Руслан, давайте также, раз мы уже затронули эту тему, и обсудим ту рекомендацию, которую дала украинцам заместительница министра социальной политики Дарья Марчак. Она говорит, что украинцам, чтобы получить достаточные пенсии в будущем, следует самим накапливать деньги и выходить на пенсию уже тогда, когда украинцы не смогут работать. Солидарные пенсии будут, это гарантия государства, но солидарные пенсии обычно в европейских странах, это минимальная гарантия. А если человек хочет себе высокую пенсию, то накапливать в течение жизни. Более того, в Соединенных Штатах вообще солидарных пенсий нет, каждый человек сам отвечает за то, какой размер пенсии у него будет, сколько он себе при жизни накопит, это осуществляется, собственно, за счет частных накоплений. Первое, осуществлять накопление на самого себя, даже пока нет еще накопительной обязательной системы. Второе, по ее мнению, необходимо обязательно понимать, осознавать, что мы должны быть страной активного долголетия, то есть мы должны быть заинтересованы и должны быть способны работать так долго, как мы сможем. Пока вот руки и ноги не отвалятся. Общий пенсионный возраст в Украине колеблется от 60 до 65 лет. И часто мы имеем ситуацию, когда люди досрочно выходят на пенсию, но как общество мы должны готовиться к тому, что каждый из нас зарабатывает себе на жизнь, активен экономически, социально, так долго, как может быть, и выходит на пенсию уже тогда, когда действительно физически не сможет себя обеспечивать. Смотрите, ну это социальный древенизм. Молодой этот человек, молодая девушка, она чувствует себя комфортно, у нее хорошая зарплата, хорошее место, государственные гарантии. И она, знаете, я встречаюсь с таким подходом, мне 45, я где-то нахожусь между теми и между другими. И я встречаюсь с таким подходом, когда... 84-го года, молодая девушка. Да, нормально. И я встречаюсь с таким подходом, когда молодые люди, там 20-летние, предлагают бегать на перегонки пенсионерам 65. Давайте мы с вами поконкурируем. Типа, на перегонки пробежимся. Это абсолютно неправильный подход, потому что пенсии, это не только, высокие пенсии, это не только доходы конкретных граждан, это еще способ стимулирования экономики, потому что то, что идет в пенсии, оно не идет в офшоры, оно прямо попадает в товары и услуги, которые продаются, производятся на территории Украины. Это всегда хороший способ регулирования экономики. Если мы говорим в принципе о пенсиях, то раньше кто уходит? Учитель уходит раньше, или врач уходит раньше положенного срока? Раньше уходят судьи, прокуроры, депутаты. Понимаете? Привилегированный клавокаста. У кого пенсии большие? У судей, прокуроров, депутатов. 60% пенсионеров в Украине получают пенсию до 100 долларов в месяц. Это это нищета. Выживайте как хотите, не живите, а именно выживайте. Не живите, да. Говорит о продлении жизни. Так, ребята, для того, чтобы жизнь была длинной и активной, люди должны нормально питаться, нормально лечиться, и не жить ни в стрессе, ни под бомбами. Вы представляете, посмотрите на наших людей, в каких условиях они сейчас живут. Они не будут жить долго. Они сгорят из-за стресса, из-за плохого питания, из-за разрушения социальной системы. Вы что? Вы о чем говорите? Да, она права в той части, что солидарная пенсия будет низкая. Но давайте тогда пойдем честно. Вот я плачу налоги. Вот если она, вот я не помню, как ее зовут. Дарья Марчак. Дарья. Вот пани Дарья, смотрите, вот если вы говорите, что я не получу пенсии, так позвольте мне не платить налог пенсионный. Он включен в налог на доходы граждан. Так давайте заберем своих налогов еще 10-15 процентов, там 5-7, там есть разные центры. Я напишу письменные отказы пенсии, и я сэкономлю ежемесячно еще себе 10 процентов налога. Давайте честно будем с вами. Остальную часть налога я буду платить на безопасность, на вооруженные силы Украины. На военный сбор, да. Да, я буду платить. Но я не хочу тогда платить, если у меня не будет пенсии, я не хочу платить ту часть налогов своих, которой идет пенсионный фонд. Для чего мне это нужно? Давайте будем до конца честнее. Почему люди должны не получать пенсию, но платить налог тогда в пенсионный фонд? Если есть А, тогда давайте Б. Просто, просто такая социально-доремийская позиция. Понятно, что при обеспечении стоит задача сокращения социальных издержек максимальная, но снова начинают не оттуда резать. Необходимо модифицировать социальную систему. Необходимо через пенсии выплаты учителям, врачам стимулировать, наоборот, потребление внутри нашего общества. Необходимо обилять денег труда, необходимо навести порядок с мобилизацией, чтобы люди не закрывались по домам и не увольнялись. Не бросали гранаты в дома военкомов. А не забирать у пенсионеров последнюю копейку. По поводу с какой стороны нужно резать или вообще не нужно резать, а давайте вот мы легко откажемся от 11 миллионов украинцев. Народная депутатка Марьяна Безуглая призвала украинцев за границей, которые не хотят становиться на воинский учет, сдавать паспорта, то есть отказаться от гражданства. Ее коллега визави по парламенту, народная депутатка Клименко, заявила, что такие украинцы, которые не обновят данные и не приедут в Украину, будут объявлены в розыск и против них откроют уголовные дела. На что Безуглая сказала, хорошо, пусть дает украинский паспорт и берут такие украинцы другой. На вопрос, готова ли она потерять 11 миллионов граждан, депутат спросила, а они наши, они сделали свой выбор. На что Клименко говорит, наши, потому что 30 лет пересылали в Украину по 18 миллиардов долларов ежегодно. А представительница президентской фракции говорит, 11 миллионов. Да пошли вы. Да пошли вы, как говорил Стрибун. А вы знаете, мне сегодня люди пишут, наши беженцы за границей, они говорят, скажите место и время, куда прийти и сдать паспорт. Они, Марьяна молодец, говорят, супер, мы согласны. Некоторые люди пытаются выйти из украинского гражданства по 5 лет уже. Очень сложная процедура, указ президента. Говорят, пускай Марьяна прорубит окно, где надо положить украинский паспорт. Мы готовы туда прийти и легально его сложить, этот паспорт, отказаться от украинского гражданства, поцеловать Марьяну и забыть ее, как страшный шоу, сон в своей жизни. Чтобы не помнить, что такие политики могут в принципе существовать. Это риторика. Это риторика то ли из незакомпетентности, то ли попытка просто так попиариться. Сложить украинское гражданство, отказаться от украинского гражданства крайне сложно. А если это сознательно делается, критикуются Залужины, теперь критикуются СССР, теперь а есть 11 миллионов украинцев, а они не такие, они не хотят становиться на учет. Да и хер с ними, извините. У нас есть другие украинцы найдутся. Это что будет, принцы бабы нарожают? В условиях стресса, о котором вы сказали выше. Да-да-да. Ну, таково у нас поведение. Это просто такой постоянный хайп, который вызывает только ненависть, непонимание, отторжение от наших же граждан, от политической системы. Что я могу сказать? Клименко умнее в этой ситуации. Она действительно думает о деньгах абсолютно правильно. Нам, извините, в попу надо целовать этих наших сограждан, чтобы они что-то еще переводили в Украину или потом они когда-то вернулись в нашу страну. Просто в какой-то момент, и этот момент был в конце прошлого года, вот наши сограждане, украинцы, которые вынуждены были покинуть Украину, они вот вдруг стали какими-то не такими. Вот сразу как просто начали смотреть. С них сделали просто козла от мужчины на фоне непопулярной мобилизации. Придумали это ухылянд, все. Вот их так сейчас специально демонизируют, отвлекая внимание от общества от того, что творится внутри самой страны. Знаете, нам некоторые скажут, так это российское ИПСО. Ну, так это ж кто делает? Россияне, что ли, это делают? Представьте себе, что в России какой-то политик вышел и сказал, говорит, да нам не нужны там 10 миллионов россиян, которые съехали с нашей страны. Ему придут на следующий день настучать то ли с Кремля, то ли с спецслужб, скажут, ты закрой варежку. В сухопутных войсках Украины тем временем заявили, что видео с беспределом работников ТЦК являются информационной операцией России. Важно понимать, что значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие ВСУ, якобы служащие ТЦК, и конфликты с ними, это продукты враждебных подразделений информационных операций. Заявляется, что такие видео россияне снимают на оккупированных территориях. Стоп, подождите, по поводу оккупированных территорий. Каждый день мы видим видео из Одессы, из Закарпатья. Это же не оккупирование. Смотрите, есть часть видео, которая подделка. Вот я встречаю в некоторых социальных сетях явно видно подделка под мобилизацию. Это правда, то есть частично правда, но есть часть видео, которые, там не знаю, Черкасса вчера, или где-то еще, или Закушгород, или Мукачево, но они подтверждены материалами, документами даже возбужденных уголовных дел. Тут нельзя подаду к ребенку, потому что это снова же таки будет вызывать непонимание тех людей, которые видят реальные факты вот таких способов мобилизации. Тут это очень страшно. А есть российское ИПСО, я его тоже встречаю, но оно видно, оно такое, оно как бы будто форское такое, примитивное, что оно вряд ли имеет какое-то серьезное влияние на, думаю, настроение украинских граждан. Так, российские СМИ тем временем подтвердили информацию о том, что вчера ночью вооруженные силы Украины ударили с помощью Хаймарс по ПВО Белгородской области и уничтожены некоторые компоненты системы С-300, С-400. Тем временем, кстати, Китай уже ответил публично на обвинения Зеленского в том, что Пекин срывает проведение мирной конференции в Швейцарии. Позиция Пекина по мирной конференции открытая и прозрачная, говорят в МИДе КНР Китайской Народной Республики. Все усилия должны быть признаны в поддержку мира в Украине и никогда Пекин не разжигал огонь и не разжигал пламя конфликта. все, впрочем, как и всегда. Ну, в Китае два условия. Первое условие принять к рассмотрению китайский мирный план. С Украиной, с президентом Украины закрытый стол и обсудить китайский мирный план. И украинский. Тоже. И второе, конечно, если это переговоры, приглашать противоположную страну, приглашать Россию. И в завершении уже нашего эфира по поводу публикации Financial Times я не просто забыл, но необходимо ее обсудить. Дело в том, что журналисты Видарь Financial Times подслушали переговоры Путина и Си Цзиньпиня и пишут о том, что на этой встрече по сути обсуждалось три вопроса. Один из вопросов касался украинского саммита Швейцарии по итогу Китая. Отказался от других. Два вопроса они касались экономики. Во-первых, строящегося для китайского рынка газопровода Сила Сибири, по которому, как сообщает издание Пекин, выдвинул не устроившие Москву требования. Китай попросил назначить цену, близкую к сильно субсидируемым российским внутренним ценам и обязуется покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности трубопровода. Силу Сибири издание называет спасателем кругом для Газпрома. И третья обсуждаемая тема это усиление активности китайских банков в России. Очень быстро отвечу. 3% осталось на ноутбуке и нет света. Так что, друзья, могу пропасть, друзья, не удивляйтесь. Быстро отвечу. Смотрите, внутренняя цена российского газа внутри российского рынка 60-70 долларов за тысячу кубометра. Для Китая продают по 250-270, для Европы по 320 где-то. Понимаете, разница в 200-20 долларов. Китай прекрасно понимает, что Газпром потерял европейский рынок, у него огромные объемы избыточного газа, который ему некуда девать. Ну и, конечно, Китай выкручивает... Так, Китай выкручивает руки. Я так понимаю, что у Руслана разрядился ноутбук, свет пропал ранее. Ну, что же. Не попрощались мы с Русланом Бортником, но по этой причине вынуждены закончить наш сегодняшний эфир. Друзья, Руслан Бортник был вместе с нами, известный украинский политолог. Аварийное отключение света никто не отменял, поэтому такие наши реалии. Друзья, подписывайтесь на Политеку, если еще не подписаны. Оставайтесь...